Ну лайк за кота. Он с улицы пришел. Блять, он говном пахнет. Ну что же, дамы и господа, здравствуйте. Ребята и девчонки. Всем привет, шалом алекум. С вами Денис. Алексей. И теория большого пива. В рамках теории большого пива мы сегодня будем говорить о пиве, что логично. А Денис? Да? Что у нас сегодня на обзоре? Волковская. Ну да, это логично. Короче, мы решили сделать перетест полностью всей Волковской, потому что у нас был выпуск, какое пиво испортилось. Многие написали, блин, ребята, вы взяли не то вот у Волковской. Раньше было, а паха хорошая сейчас не очень, светлячок. Ну и мы подумали, давайте сделаем просто полноценный выпуск о данной пивоварне. Если я не ошибаюсь, я... Что-то мы его никогда не делали. Ну я не помню, мы очень давно делали, последний раз. Если я не ошибаюсь, это делает московская пивоваренная компания, она же МПК. У нее же свой юрадрес даже был, почему? Ну, именно как уже от Волковской, да. Ты думаешь? Мытища. Нет, мытища это... Дорем, я сто процентов парочки покупать. Я уже с этого такой шрифта, я даже вот с такого расстояния уже не видел. Ну все, Денис, ничего страшного. А так вот, а ну как ничего страшного? Как бы надо что-то думать, надо что-то делать. Давай я прочитаю. Под контролем. Мне просто учили, что старше надо помогать. Как-то. Давай я, может, помогу тебе, почитаю тебе. Хочешь, могу тебе через дорогу перевезти, когда-никогда? Я бы тебе не доверил, даже я не знаю, тележку через дорогу лентовскую перевезти. Не за что, чем черт не шутит? Ладно, все. У меня 7 голосов, кстати, более-менее нормальный. Чем черт не шутит? Что вот, что за семантика этого... Что за бред вообще, чем черт не шутит? Я ему объяснял, мы сейчас это... Ладно, короче, давай. Все этим пользуются, но никто не может объяснить, что это такое. Ух ты, как ты свистнул, а? Ты подумай. Короче, давайте мы поняли, что здесь не очень удобно видно для вас. Поэтому мы разгребем... Денис, а что вот это за две банки непонятные здесь? Я не знаю. По-моему, ты хотел объяснить всем, что это за две банки. Ребятоньки, родники, короче, по маленьким новостям, если что вдруг неинтересно, можете перемотать. На самом деле, мы сделали с пивовариной компанией Найтберг нашими уже друзьями. У нас такая, знаете, история достаточно своеобразная. Мы вначале поссорились на этикетке чуть-чуть, как будто бы, потом все друг друга допоняли. И потом такие, а чем черт не шутит? Сделаем вместе пиво. Да, да, именно так и получилось. Мы сделали пиво. Вот эта устоявшаяся фраза, ее все используют, все думают, что к месту. А по факту, что значит, чем черт не шутит? Короче, мы сварили совместно с Найтбергом пиво, которое назвали сезонные осадки. Это сейзен, так называемый, с пшеничной засыпью. Я сейчас могу, конечно, всякого разного плохого наговорить, но, по-моему, я прав. Не, прав, а что ты? Засыпь же пшеничная. Не сомневайся, все нормально. Ну, знаешь, потом ты будешь этим королем балла, а я буду опять пизданул херню. Короче, ну давай я почитаю тебе рэп. Давай. Значит, смотрите, выглядит баночка вот так. Имейте в виду, на самом деле, на этой этикетке изображен Денис, я и Елена Тюкина. Елена Тюкина – это создатель пивоварни Найтберг, вдохновитель и все на свете. Мы знакомы с ней, она очень хорошая, очень хороший человек. Что касается содержимого в этой банке, очень многие почему-то думают, что сейзен должен вонять фермой, коровьим навозом, конским седлом и всякими фермерскими приколюхами. На самом деле нет, нормальный сейзен ничем этим пахнуть не должен. И вот здесь вот именно тот вариант. И когда на международных соревнованиях, кстати говоря, начинается вот оценка сейзенов, ну если есть категория сейзена, то присутствие как раз вот этого фермерского душка, так называемого, это минус, это дефект. Сейзен не пахнет фермой. Фармхаус, там свои приколы. Фармхаус пахнет. Сейзен по факту это спецдрожжи, пшеничная засыпь и вот этот вот легкий цитрусово-кориандровый флер пшеничного пива, но со своими особенностями. Грубо говоря, флер. Очень, у тебя прям идеальный французский. Вердикт. Да. Это по факту, лично для меня, по вкусу, ароматике, по текстуре и восприятию этого напитка, это легкая пшеничка с небольшими такими дрожжевыми особенностями. То есть это не пшеничка в полном понимании этого слова. Нет, это не пшеничка, не надо расценивать. Это именно вот что-то такое легкое, но мы как всегда вовремя такое летнее. Ну да, но получилось очень здорово, нам правда понравилось, поэтому если что имейте в виду. А вот это вы можете наблюдать, что бывает, если в посудовую машину не положить соли. Да, да. Денис, а это-то что за баночка здесь опять такая непонятная? Это-то кто делает? Тоже волковская пивоварня, что ли? Это Шрирача делает. Да, это, короче, наша пивоварня. Просто мы решили показать, мы сделали сейчас вторую версию. Мы провели работу над ошибками, хотя нам первая версия понравилась. Мы сделали ее более, чуть-чуть поострее она, скажем так. Мы прислушались к людям и сделали поплотнее именно за счет томатной пасты. Мы сделали побольше заспи, если не ошибаюсь. Вот, все подкорректировали. И, по-моему, вот сейчас она стала прям идеальной. Не очень удачное слово засыпь для томатной пасты. Ну, я засыпь имею в виду, что на Даброджа идет, по-моему, там откажу. Ага. Если уж я ничего не путаю. Я в очередной раз, когда, а, это Шрирача, я просто, я вспомнил про Газеху с какой-то капустой. Ага. В очередной раз поговорил. Мы ее тоже изменили. С поставщиками, когда у них это бесплатная доставка от определенного объема. Объем у нас немаленький. Я говорю, 300 литров капустного рассола на Вознесенский 39. Они такие, так, там чего у вас склад, рефрижератор, чего у вас там стоит? Я говорю, это бар. После этого со мной разговаривать не стали. Ну, да. Ну, блин, люди не совсем, да, понимают для чего. Хотя, как-то я даже объяснял, что мы это для пива берем. Короче, суть в том, что огромное спасибо Реворту. Это ребята, кто варит нам пиво по нашим рецептурам. Те, кто занимается непосредственно дистрибьюцией. Это, я все время... Бирдилер. Да, бирдилер. У ребят есть обалденный чат-бот в телеге. То есть, имейте в виду, что вы можете собрать себе коробочку пива, заказать по абсолютно вменяемым деньгам. Плюс сейчас, конечно, Черная Пятница прошла. Но, ребят, остались скидосы. Поэтому, слушайте, я сейчас просто прочитаю, как Ромка мне сказал, что у нас там происходит. Черная Пятница, да. Значит, промокод ТБП и Пупсики. Чтобы вы понимали, у нас так чат называется. Они сделали именно промокод ТБП и Пупсики. Даст 10% скидосы по этому промокоду. Если будете заказывать, имейте в виду. Не обязательно, чтобы это было только наше пиво. У ребят в портфеле огромное количество пивоварен. Поэтому можно насобирать там и нашего, например, или просто другого. И получить еще приятный скидос. Поэтому вот. Все ссылочки будут в описании. Мы красавцы. Поехали. Все? Да. Что ты сегодня делаешь? Счастливо. Пока-пока. Так, ладно, давай, Волкс. Я стаканы делаю чистыми. Молодец. Это называется, что ты их чистишь. Так вот. Волковская пивоварня. Как ты считаешь? Испортилась или нет? Я сто лет ничего не покупал из Волковской пивоварни. Клянусь, сто лет не покупал. Даже светлячка не покупал. Очень давно. Я могу сказать, что, скорее всего, последний раз моя проба Волковской пивоварни была весной, наверное. И то у тебя случайно, когда я у тебя банку то ли светлячка, то ли и пахет, это... Засазил? А, ты украл у меня что-то? Да. Обидно. Поэтому я вот и думаю, что, может быть, сигнализацию поставить. На пиво. Да. Короче, да, ребята, постараемся в часик уложиться, дабы не вводить все в состояние на два часа. Грогги. Светлячок, мне раньше очень нравилось. Это легкий лагер. Да? Такой абсолютно... Мне тоже очень нравилось. Абсолютно... Да не, не легкий, он самый обычный, спокойный, стандартный лагерок был. Ну, типа, знаете, просто так как у нас есть телеграм-сообщество свое, кстати сказать, ссылка на него, по-моему, в описании тоже будет, да, если не ошибаюсь? Будет, конечно. Ну, да. Люди очень часто пишут, мне нравится читать комменты именно о том, что вот... Номер сберкарты будет. Вот, значит, светлячок уже не торт, раньше было вкусно, сейчас так себе, поэтому мы попробуем... Почему ты меня... Вот здесь вот тут лучше они стоят. Я объясню, они просто будут в расфоксе, и людям ебутся зрение. Людям ебутся зрение? Леша, ты просил вчера напомнить тебе про какую-то тему, которую ты хотел рассказать, но мы никто не можем... Мы помним, что ты попросил напомнить. Ну вот, ребята, так и проси друзей напомнить о теме, а они забыли, о чем идет речь. Светлячок. А это прямо во время выпуска было, или... Да, вы можете пересмотреть. А, ценненький... Да, сейчас мы пересмотрим быстренько. Короче, ценненький мы вставим. Фиг его знает, странно, что они еще на банку не перешли. Ну, вроде как по аромату, да? Лагер как лагер, такой он немножко опашный. Да не, все отлично. Ноль вопросов абсолютно, я... Ты очень хороший лагерок. Нормальный, не знаю, может, что-то, конечно, испортилось. Абсолютно, абсолютно... Ну, по-моему, оно у нас прохладное в какой-то веке пиво, да, сегодня? Ага. Запах, норм, вкус норм. На послевкусие все отлично. Вот я просто знаю, что, например, сегодня у нас будет ИПА, вот она не очень зашла, да, в последний раз. Ну, вот это, по-моему, как вот было хорошо, так это и осталось. Нет, футячок, я прямо вот вспомнил его вкус. Это здорово, и я теперь понимаю, что надо бы почаще к нему возвращаться, а не раз в полгода. Но он, типа, стоит что-то в районе сколько, ну, там, рублей 70, наверное, да? 89, по-моему. 89, ну, это в Москве, ребят, в Москве я все-таки там... Я ближайший аналог могу из такого же ценового сегмента и такого же качества, могу только Таркас назвать, который Пилснер, и все. Таркас вообще красавца. Может, сделаем еще один обзор на Таркас? Нет, я сейчас совершенно серьезно, я просто примерно представляю, сколько стоит светлячок и сколько стоит их, этот, богемский вроде Пилс, который с этой зеленоватой этикеткой. Богемский Пилс, это Горьковская. Ну, вот у Таркаса какой-то Пилс, я не помню, как он называется. Я недавно его брал, просто Пилс. Просто он? Чеширский Пилс. Ну, в общем, в этой ценовой категории, вот лучше вот этого и Таркаса нету. А, нет, нет, Динь, 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 просто Пилс, наверное, называют. Чешский Пилс, Чеш Пилс. Ну, может. Я его брал недавно, у нас появился в нашей фасольке. Который не два баба у него тоже вроде Пилс, а именно вот Пилс. С писающим мальчиком. Да, вот. Вот, а это вот. Вот это вот. Не, ну, там по насыщеннее вкус все равно. Хотя, ты знаешь, вот я взял в этот раз на пробу ребят от Аркаса, я взял как раз этот Пилс, он был, и взял эту птицу, которая типа, условно говоря, Нью-Ингланд у них есть, помнишь? У них Нью-Ингланд это зеленая гусеница. Ой, зеленая гусеница, все правильно. И вот гусеница, мне показалось, немножко вот была с таким, знаешь, как будто она уже постояла. А Пилс был великолепен. Да, еще раз, чтобы все все понимали, всем все объясню. Ой, это слава богу, а то я, честно говоря, уже переживать начну. Что не поймут, да? Да. Мы сейчас говорим не про крафт, для нас это сегмент крафти, поэтому и стоит наши слова воспринимать именно с точки зрения сегмента крафти. Ребята, это бредово сравнивать с штамбиром, с условно АЭФом, с заговором, с ТБП Брювери. Это такие переходные варианты между совсем уж лютым масс-маркетом и началами крафта, скажем так, вменяемого человеческого. Конечно, мы могли бы сейчас сравнить это с самым лучшим, да, вот то, что я, ну, пожалуй, последнее время, вот я не знаю, ТБП Брювери слышал что-то про них? Да, конечно. Вот у них Пилснер есть. Топщики, блядь. Да ты пробовал Пилснер. Великолепно сделано. Ну, абсолютно, вот не знаю, как у них получается так, сделано здорово. Для них остроится, кстати, варит. За что, ребят, не возьмутся, все летит. По-моему, нет, я шучу. Короче, да, вы поймите, мы не будем, мы сравниваем именно с масс-маркетом. Это весьма логично, с точки зрения, конечно же, что... Нет, мы не сравниваем это с масс-маркетом. Мы не сравниваем это ни с крафтом лютым, ни с масс-маркетом лютым. Это своя отдельная, абсолютно четко для меня уже в голове выделенная категория. Как-то повелось, я не знаю, кто придумал это слово, гениально на самом деле, крафти. Да, это именно крафти, то есть это вот... Давай, короче, то, что нам не нравится, мы оставляем на этой стороне, то, что нравится. Я не уютно себя чувствую без чистокола бутылок, понимаешь? Вот я не понимаю, что ты вдруг начал их убирать. Брат, я монтирую видосы просто наши, а ты их даже не смотришь. Вот напишите ему в комментариях, что с батареей бутылок перед нами будет гораздо лучше. Ну, я же знаю, что будет, потом я буду пить, вот так, чтобы оно стояло? Ну, хотя бы вот здесь вот где-нибудь. Ну, да, вот если вот здесь можно, да, вот здесь можно, да, хорошо, ладно, вот здесь оставляем. Так, это у нас вправо идет, да? Мы это бы с тобой второй раз купили, правильно? Все, отлично. Апа. Вот, кстати, вот это я не пробовал, слышишь? Тропикал Милкшейк, это у меня фасольки продается, я не видел нигде. Это не вся линейка, там Волковская можно было еще нас собирать. Просто, если что, подержать. Ребята, у меня есть идея, короче. На самом деле, мы давно, мы как-то отошли от темы вот этой, то, что, помнишь, мы раньше всегда брали с тобой одну пивоварню и тестили. А потом ушли в какие-то, блядь, нахера ты это купил, там вот это разное все. Я бы таким образом хамовников проверил. Вот всю линейку взять хамовников, Балтики, то же самое, вдруг что-то поменялось. Я помню, нам саботаж рекомендовали неоднократно. Брат, по поводу саботажа, спасибо огромное, что каждый раз пишешь об этом уже на протяжении третьего года. Мы в курсе, мы не забываем. Мы и правда помним, мы обязательно сделаем. Подборка тоже после бассейна Балтики. Это все, что после дожечка в четверг, на самом деле, звучит это именно так. А о чем черт не шутит? Видишь, ты в тему вставил... Я, может, тебе в тему вставил, но я не понимаю все равно смысл этого вот, семантический смысл. Я не знаю, как это назвать. Так, давай, наверное, логично будет следующее взять Апаху или Бланшик попробуем. Апаху какую? Апаха? Ну, Апа или Бланш Дамазель. Нет, ты продолжал обычно. Апа. Ладно, что берем? Подожди, Апа берем или Бланш? Давай Бланш. Апа после вот этого будет сильно-сильно похожа. Хопи, Уит, Эль. То есть это Ахмеленный, Пшеничный Эль. Ахмеленный, Пшеничный Эль. Вот. Нет, стой, я хочу ножом. Сиди и рассказывай. Я могу сказать, что мне никогда не нравился Бланш Дамазай. У меня никогда не было каких-то вот таких, что прям это вкусно. Но я очень давно последний раз это пил. Ахмеленный, Пшеничка, мне очень нравится, как делают Шнайдер. Блин, ребят, я на самом деле, мне кажется, могу и один вести это шоу, поэтому да. Так вот, я к чему? Мне очень нравится Шнайдер Вайс. Тап пятый или какой Ахмеленный? Не помнишь? Тап четвертый, по-моему. Нет, по-моему, топ пятый. Ну вот он, короче, обалденный, но там градусов до хренища. И мы когда с Еленой Тюкиной разговаривали по поводу Найтберга, а мне нравится, как они пшеничку делают, у них осадков не очень много. Вот. И мы изначально думали сделать охмеленную пшеничку. Но что-то как-то время-то уже подошло к осени, зиме, и, ну, нецелесообразно, наверное, было это делать. Что? 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 Пробка. Пробка нельзя было, чтобы положить в этом пробочку на стол. Лена. Ага. Это все, что я хотел сказать тебе. Вот прошли времена, когда он говорил, Лену, я все уберу, да? Вот так вот внезапно закончились. Да, да. Мы, кстати, находимся в Валоранте. Ребята, имейте в виду, это очень классная база отдыха. Блин, нам это не просят это говорить. Типа убирает георгий, да? А? В. Георгий, мы все уберем. Нет, слушайте, это уже даже не реклама. Вы все знаете прекрасно, и мы сюда не ездим на условиях, типа, ребята, давайте с вас рекламу. Нет, нас просто приглашают сюда, мы приезжаем, ну, хочется какой-то кайф сделать. Блин, здесь очень классная локация. Мы сегодня прогулялись, Лену еле вытащили. Она такая, нет, я хочу сидеть дома, пить мёд. А потом, как пошла по лесу чесать, мы вспотели, как лоси. Понятно? Шах и мат. Мат и шах. Грибов только нет. Слушай, а ты в шахматы играешь? У меня... Разряд. Да, четвертый юношеский. Блин, а мы с тобой... Понимаешь, шахматы, это как иностранный язык. Если ты не занимаешься на постоянку, способности, навыки теряются. Один в один так же работает. Поэтому посади меня сейчас с человеком, который хотя бы две недели с кем-то по интернету в шахматы играл. Я просру со стопроцентной вероятностью, я уверен в этом. Я тоже давно не играл. Это навык. А ты не хочешь на меня поиграть? Я тоже давно играл. Я тоже ходил в шахматный гружок. У меня, не помню, не было разрядов никакого. С тобой только в поддавки. Ой, 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 ой. Что это сейчас было? Нет, я чихнул. Так, Вит, как ты относишься к Виту? Все знают, я к пшеничкам. Давай, мы малые, просто новые люди приходят на канал. Как это ни странно, вот такие вещи, как Сейзен, которые типа разбавленная пшеничка, мне заходят. Вит это более-менее подразбавленная тоже для меня, в отличие от классической, там, какой-нибудь немецкой пшенички, пшеничка. Поэтому, ну так, я специально ее покупать никогда не буду. Короче, оно без посторонок, ну, блин. Мне просто не нравится. Я знаю, что наверняка есть люди, кому понравится, но, блин, оно невкусное. Оно типа до пшенички не допрыгивает еще, потому что оно достаточно водянистое, но понятное. Она не такая интересная, как Сейзен, и не такая плотная, нажористая, как пшеничка. Это такой вот переходный какой-то вариантик невнятненький. Бланш, ну... Не, ну, охмеление есть. Справедливости ради. Ну, нет, охмеление есть, оно просто, ну, плотности не хватает. Ребятоньки, родненьки, ну, и не сделать эту плотность, чтобы это стоило, условно говоря, 80 рублей, и у вас будет это еще и очень плотно. Даже при начальной экстрактивности 14 здесь, ну, прям плывет все. Я бы второй раз не купил, вот я скажу тебе. Да я и первый бы раз вот не купил. Я никогда в жизни не покупал, ну, не никогда в жизни, а именно она кислит на послевкусие. Ну, как, может быть, пшеничка, это нормально для них, но мне вот еще один пунктик, по которому мне это пиво не очень нравится. Пшеничку я не покупаю, не пью, особо никогда не любил, и как бы... Ну, хорошо, а вот это тебе понравилось, то, что мы сделали? Ну, реально, я без рекламы пробовал. Там хотя бы вот есть какая-то вот... Фарм-похожая история? Ну, не фарм. Мне особо не нравятся тоже фармхаусы, блин. Ну, Сейзен-то не фармхаус. Ты же как-то мне... Херали. Да вы с Катей же мне, по-моему, с пены у рта доказывали, что какой-то фармхаус такой, типа, в размере одного бокала. Мы с тобой, по-моему, разговаривали даже об этом. Нам, скорее всего, какой-нибудь ламбик был с упором вот туда вот. Если это кисло и с нотками фермы, я это воспринимаю абсолютно нормально. Мне это нравится. Я про это и говорил. Именно кисло. Ну, да. Ну, так а настоящий фарм, он же не кислый. А какой он, боже мой, он с кисленькой же идет, нет? Ну, там, если он еще и кислый, уксусно-кислым, бактериями заряжен, то, да, он еще и кислый. Ну, да, да, ладно. Сырочек пошел, ребята. А что за сыр, кстати, Сань? О, это Брест-Литовск. Хорошая фирма. Твоя еще говнища. Не-не, Брест-Литовск нормальная контора. Но они ушли с рынка сейчас. Они ушли с рынка сейчас. Дай мне кусочек попробовать, я просто телевизитора не пробовал никогда. Опять я жару, сука. Давайте я подержу в этом начинании. Чем черт не шутит? Хорошая фирма. Хорошая фирма. Вкусный сыр. Ну, он горький немножко. Честно? Не нравится? Почему? Он резиновый. А обычно какой сыр? Не резиновый. Он прямо вот как резиновый. Ребят, это все, что вам нужно знать о футблогере. Ленда прислала мне сообщение. Свинина-лопат. Ну, свинина-лопат, и, к слову, свинина-лопат. Короче, давайте так. С точки зрения пива. Мы сегодня немножко угрюмые, но ничего страшного. Дело в том, что очень весело было вчера, как всегда. И позавчера. Да, я уже жду, конечно, январь, чтобы сесть на опять очередную... Бутылку. Да, я так и знал, что ты сейчас это скажешь, сука. Я так и знал, что ты сейчас это скажешь. Чтобы опять отказаться от алкоголя. Вот это все, вот это вот все. Так вот, что касается данного пива, я думаю, что у него найдутся сторонники. Ничего постороннего здесь нету. Это ни в коем случае не... Мне кроненбург вкуснее, честно тебе говорю. Бланк? Мне бланк тоже нравится, кстати, сказать. Ну, это разные, понимаешь, это охмеленный типа Эль, понимаешь? А кроненбург... Да я здесь особо хмель-то не чувствую, вот клянусь. Нет, 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 охмеление есть здесь. Легкий запашок такой, а на вкус вообще ноль. Денис Дмитриевич, ну это стоит 49 рублей по скидосу, понимаешь? И 80 рублей это стоит в магазине без скидосу. Вода водой. Сколько в Москве стоит? 89 в Москве стоит. В Москве, в Москве. На Кутузе. На Кутузе, небось, да, берешь? Украинбург в России делается. Так, а он и делался. 1664 который? Его пить нельзя. Почему? Который 1488. Не, Саня, он всегда делался. Он всегда делался... А, ну так у вас там понятно. Я сейчас пошутил, ты, наверное... А что? Ну, ты... Наредактирование, наверное, услышал. Да. А если это осталось, то не услышал. Где? Наредактирование? Да. Ой, блин. Потому что у нас новый термин, да? Наредактирование видеоролика. Ребят, у нас есть монтирование ролика, потом идет редактирование ролика, потом идет выпускание ролика. Слушай, по факту вот у меня монтаж происходит в два этапа. Первый именно монтаж ролика, а второй редактирование ролика. Когда я сижу просто и отслушиваю. Вот эти вот эхи, чмоки, охи, вот эти вот все. И именно редактирую уже до конца. Там нельзя это назвать монтажом, ты просто сидишь, вот и... А, ты типа убираешь эти самые, ты убираешь... Ну, какие-то непонятные места, которые нахер никому не нужны. На первичном монтаже ты этого не видишь, а второй раз смотришь, когда уже ролик более-менее сформирован, ты такой, вот нахера это все было? Слушай, а у меня маленький вопрос, а вот ты монтируешь свои видосы, я не смотрю твои доставки, правда, и ты меня не смотришь, и это замечательно все. Дело не в этом, вот ты когда делаешь, ты очень много катишь или нет? Ну, вот резок много у тебя? С тридевятого царства? Нет, 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 вот тут-то я как раз это смотрю, я вижу, там прям мне нравится такой формат. Ну, я тебе могу, пример. Я не вижу, как я... То есть, типа, ты такой попробовал, катнул, потом такой, типа, говоришь какую-то фразу, и в эту фразу, конечно, ты ее катишь три раза, как Петряев делает, он мне... Ну, тут я не могу, я не понимаю, как-то... Я это все вырезаю. Нет, ты меня не понял. Почему я не могу смотреть вот людей, кто... Они, по сути, не могут высказать нормально, они начинают резать так, что у тебя просто... Вот это все. Ты же так не делаешь? Если у меня так просто вырезают нахер кусок и все. Вот, да. И иногда там приходится, когда там совсем глубокие смыслы, без него никуда. Да, иногда такое бывает. Обычно это всегда куски там хотя бы секунд по 25, наверное, остаются. Слушай, мы приехали сюда, и мы забыли мохнатого шмеля. Мы же хотели вроде записать с тобой. Мы много чего хотели записать. Ну, да, да, ребята, и все стройминга не будет, кстати. Пока. А о чем мы начали говорить-то? А, так вот, если с точки зрения монтирования, то, допустим, поездка на какую-нибудь 39-ую сидрадельню, это 3,5 часа вот времени на монтажной этой, как это называется? Таймлайн. Таймлайн. На таймлайне. Так. И эти 3,5 часа превращаются, сколько там было? Ну, по-моему, 35 или 40 минут. Это вот тут. А, слушай, вот. А вот как раз с доставками ролики обычно это 50 край там час. А во что выходит? И выходит это в 26-30 минут. Ну, блядь, такая же статистика. Вот у меня 40, 45, 50 минут, это все на 24, 25, ну, там 30 бывает. Ну, просто бывает, ну, типа, знаешь, ты разговариваешь о чем-то, кроме доставки во время обзора. Ну, ты можешь с чем-то сравнить, рассказать еще что-то. Или ты просто, ты же не тупо про еду говоришь, правильно? Ну, вот. И ты понимаешь, что это не вырезать. Ну, типа, ну, потому что потом ты начинаешь... Да не вяжется просто. Ну, да, да. Ну, потом просто тупо как будто сырой обзор. Ребят, это серые будни блогеров. Вот, ребятненьки, родные, спасибо большое, что я чувствую ваше тепло. А, возможно, это Денис положил руку на меня. Но так как руки его я вижу, то, скорее всего, это не рука, а? Мы просто батарею включили. А, да, это батарея? А, я думал, это тепло. Вас. Короче, спасибо большое, что поддерживаете наши видеоролики пальцами вверх. Нам, правда, очень приятно. Это единственное, как вы можете показать, что контент must go on. И, соответственно... Ты решил, какие ее, да? Ну, апа сейчас логично, потому что потом дальше пойдет эти тропические леса. Вот это вообще, Мишенька под кокаином. И стаут. Вот к стауту у меня будут самые большие вопросы, потому что я, честно говоря, пробовал его. И не совсем понимаю. А я его не пробовал. Ну, пока, кстати, ста-то нормальная. Ну, из двух пилов. Ну, блин, как бы мы хотели сделать что-то... Ну, ладно, мы в конце. Мы же, ребята, подытоживать будем, поэтому все будет хорошо. Воды подольем, скажем так. Я сейчас, я себя поймал на мысли, знаешь, о чем? Что завтра у меня дырек. И я... Это уже второй дырек, когда я буду снимать и, типа, вообще насрать на день рождения. Я не люблю день рождения. Вот тебе нравится свой день рождения? Ехала-болела. Блядь, мне тоже. Я вот просто... Может, я старый пень стал? Кстати, вот тоже одно из выражений. Ехала-болела. Кто ехал? Куда, блядь, ехал? Почему он болел в этот момент? А ты решил взяться, да, за... Пословицу и поговорки. Очень серьезно. Потому что я искренне не понимаю. Ехала-болела. Ну, ехала и болела. Ну, типа, насрать. Насрать. Чем черт не шутит? Скажем, ехала-болела. Дабл-кил, блядь. Трибл-кил. Это, кстати, из Counter-Strike, если не ошибаюсь. Да? Ни разу в жизни в него не играл. В Counter-Strike не играл? Ни разу. Клянусь вот. Ты даже клянешься, как будто бы по этому. Как? Ну, я не могу это сказать здесь. Ну, давай. Это у нас Апа. Она мне когда-то очень нравилась. Ну, блин, легкий аромат, на самом деле. Чуть цветочный, да? Да. Как положено Апе. Я знаю, что Бервария Никитос сделал обзор, но я не смотрел. Я уже объяснял. Не потому, что я его не люблю. Я как раз Никитоса очень люблю и ценю его, но нет смысла смотреть видеоролики. Как вот я рецепты не смотрю, вот, там, доставки не смотрю Дениса. Я блогеров стараюсь не смотреть, потому что, чтобы, не дай бог, ты что-то украдешь, да? И тут я, короче, мне попалось. Как можно украсть уже спизженное? Ну, да, ну, это типа такое. На самом деле Дениса мне как-то вот в голову это все багряжил на тему того, что вот, доставки. Я там начал, типа, вот, ну, по местам я ездить. Помнишь, что ты же мне помогал с этим роликом? Я там написал Максу Баранту. Макс такой, типа, блядь, ты реально меня спрашиваешь, не против ли я, что ты будешь делать похожий контент? Говорит Морозов, ты просто, говорит, ну, очень правильно. Таким правильным не надо делать, потому что это даже не надо было спрашивать. Там Дружа, когда, я, знаете, первую доставку сделал, там, когда мы уехали в этот, в Таллинн, по-моему, в Таллинне мы делали, так, года четыре назад, я такой, Олег, ты не против, если я буду сделать доставку в Эстонию? То есть он такой, типа, блядь, в смысле, что за вопросы? Ну, типа, у меня какая-то вот такая, есть ощущение, что должна быть какая-то солидарность в этом, да, то есть ты, типа, такой, ты, не ты это придумал, да, но, с другой стороны, вообще никто ничего не придумал. Объективно. Солидарность, по-моему, в том и заключается, что все более-менее занимаются одним и тем же, у потребителя появляется выбор, блин, и нет вот этого вот монархии, скажем так. Вот один друже, только он может делать обзоры на доставке. Но ты же, но ты же понимаешь, что у тебя люди в комментариях это пишут, я уверен. Ну, может, один-два человека тебе точно пишут такие, нахер ты пиздишь хлеб у друже, у сына. Нет, ни разу не было. Да, не пизди, блядь. Да не было. Кто-то это написал точно. Могут написать любую чушь, но не такую. Ну, что, мне одному, что ли, это пишут? Может быть. Ну, вообще классно, ребят, спасибо. Я такой маленький, что мне там писать? Да, конечно, слушай, у тебя маленький-маленький, но, слушай, а ты кнопку какую-нибудь будешь получать? У меня просто есть вариант, как. Это не самоцель, мне она, в принципе, особо не нужна. Да, слушай, ну это все прикольно. Ну, я уже придумал, как я тебе подарю ее. Я тут на авито зашел, на авито, видимо, у блогеров. Можно сразу золотую? Вообще. Что мне ждать? Нет, хочешь, я реально надержу золотую. А сейчас кнопку не шлют, да? Ну, ты как, ты, ты как в последнее время монетизацию получаешь? Как? Ну, вот, блядь, вот этот ответ на твой вопрос. Блин, церковь. Не, ну, может, хоть кнопочку пришлют? Да не пришлют тебе кнопочку, блядь. Почему? Да потому что кто тебе ее пришлет-то? Ну, американцы. Ну, ты можешь в лондонский офис, конечно, ютубе позвонить, но не думаешь, что это к чему-то приедет. Я тебе куплю кнопку другого блогера. Я ее заклею скотчем, как я ее делал с твоей кнопкой. И напишу там позор полка. Есть чел, короче, я даже сохранил. У меня, кстати, фотография где-то в инстаграме валялась. Там, где Леша получил золотую ты кнопку тогда получал, припер ее в бар, я заклеил скотчем Грилькова, написал там фломастером позор полка и сфотографировался. А, так говоря, фактически она и есть. Блин, короче, есть чел, который делает эти кнопки на заказ. Он полностью там делает, и я тебе сделаю. Ну, я тебе еще сделаю. Ну, хоть как-то, это же надо. Ну, нет, давай мы сей. А можно бриллиантовую? Слушай, ты не охуешься. У меня тоже нету пока, но у меня ее не будет никогда в жизни. Так если чел делает? Ну, он бы из бриллианта тебе не сделает. А он может еще нарисовать прямо на YouTube? Что? А что ты хотел спросить? Ну, число подписчиков, чтобы соответствовало той кнопке, которую он сделает. А, так ты меня доебешь на следующий день. Скажи, блядь, неправильная информация. Пока он пришлет, там уже будет другая цифра. А у тебя растет канал вообще? Да. У меня тоже стал. У меня как-то одно время стагнация была, а сейчас херах, что-то делаешь, что-то новое, блин. И прям идут реально люди. Прям нравятся. Ну, блин, новые люди, это всегда вот они все начинают вот тебя учить жизни. Вот у тебя аудитория, она почему-то другая. Я заходил у тебя в комменты. У тебя какие-то вообще слишком добрые. То ли ты этот, чем черт не шутит, что называется. Что-то там какие-то эти зелья. Просто всем ехало-болело, как говорится. Что скажешь по поводу... Нормальная паха, немного мыльноватая на мой вкус. Мне светлячок больше понравился. Да, что больше. Если сравнивать. Есть легкая-легкая замыленность, такая вот на глотке, на послевкусие. А так это... Ну да. Ну и типа что, она испортилась? Нет, не испортилась. Ну такая она и была все равно. Но она гораздо хмелевая, чем светлячок, понятно. Но если у меня будет выбор в магазине, я захочу купить какое-то такое легкое хмеленное пиво, я, естественно, возьму светлячка лучше. Вот не ее. Ребята, если будут вопросы по поводу того, что это реклама и еще что-то, просто хотелось бы вам честно сказать, как это все происходит. Мы когда были на МПК, с Крафт Депо разговаривали... Мы напрямую спросили, ребята, блин, может рекламу? Мы такие, блин, ну давайте правду, ну мы один хрен, ну у вас правду очень много... Они такие, типа, у нас нет денег. И все. Ну мы в хорошем смысле, то есть вы поймите, там мы прекрасно понимаем, что это уже реклама происходит сейчас, там условно говоря. Тем более рекламировать алкоголь же нельзя на ютубе. Вот, дело в том, что мы говорим, окей, ладно, хер с ней с рекламой. Ты, кстати, меня спрашивал, что такое полуавтомат? Вот это полуавтомат. Вот, ты даешь первое движение, дальше он сам все делает. А вот есть еще кнопочка была, и она вот сразу... Это запрещено в России. В России. С определенными очень многими условиями ты можешь там купить какой-то опять же полуавтомат, и то это очень все такое. А, я же тут начал ножами увлекаться. Мы сейчас же не рассказывали об этом, по-моему, не говорили? У него стадия увлеченности ножами пока находится на том уровне, когда он в интернете смотрит картинки и раз в день звонит мне и спрашивает вот это, вот это и вот это. То есть у него начальная совсем такая стадия, знаете, как мох, до дерева еще далеко. Ну, мне нравится, я типа, знаете, ну, проблема только в другом, что эти ножи ебучие стоят очень дорого. Так он сразу пошел по таким маркам, как Микротек, у него первая планочка была вот именно такая. Я Микротек хотел. Самый дорогой нож в мире, а давайте начнем именно с него. А я тебе рассказывал, почему Микротек, кстати? Почему я очень хочу. А, вот, наверное, вот это я хотел рассказать вчера. По поводу ножа. Первый мой, короче, я капс... Вот видишь, не достал бы я нож, хер бы вспомнили. Я, короче говоря, в детстве мне порезали куртку. Чем? Ножом. Зачем? Вот именно вот таким вот. Ну, это, естественно, не Микротек был, это был какой-то китайский, там, он, знаешь, под милитрей был сделан. Вот, и чел, чтобы такой, типа, ну, отдал мне нож. Ну, я был маленький, ну, типа, это, ну, там, может, ну, 12-13 лет был. Ебать, он пыльный. Вот. И мне очень нравилась идеология, что ты можешь нож, просто, и он тебе пускай, ну, нравится, ну, прикольно, в этом что-то есть. Поэтому сейчас вот, ну, ребята, ну... Для меня нож сугубо утилитарная вещь. Ну, это дороговато. Чем сложнее механизм у этого ножа, тем хуже для меня. Почему? Потому что я его засру моментально. Ну, мне вот такие вот ножи, где хотя бы можно вот любой херней прочистить механизм, и это все работало. Ребята, это ЦРКТ, или как он? Да, ЦРКТ. Это ЦРКТ нож с Алиэкспресса, имейте в виду, ссылочек не будет в описании. Просто многие спрашивают, и... Я им пользуюсь в последние три месяца. Идеальная по мне вот вообще штука, просто. Она мне обошлась что-то по скидосу на Алике, по-моему, за 800 рублей. Да ладно. Она, она отрабатывает на все 2000. Я тебе говорю, это... Мне нравится вот эта вот история. Он именно нужного размера, когда я, кроме как коробки порезать, там, веревку обрезать, еще что-то сделать, я ножом обычно не пользуюсь. И вот для этих целей, то, как он лежит в руке, то, как он мне поустраивает все. Не, он прикольный. Он такой, ну, я хотел какой-то другой, хотя уже вот как-то вот по-другому все было. Я понимаю, что вот ножи такого размера хотя бы джинсы не рвут. Там начнешь таскать какой-нибудь Спартан от Cold Steel, и на второй день у тебя дыра везде, карман практически оторван. Царапает или что? Но он здоровый, с большим, естественно, клипсой, которая очень тугая. И джинсы за месяц могут прийти любые в негодность. Ребята, вдруг нас смотрят люди, у кого есть нож от микротека. Просто напишите, он у вас вот сколько, и он живой у вас или нет? Просто мне интересно. Я вчера, Леша, рассказывал, что обычно микротек покупают для того, чтобы просто им любоваться. Им никто не пользуется никогда. Ну как? А зачем ты одному, что этот нужен? Это просто статусная вещь, это как дорогие очень часы. Ты думаешь? Да, мы вчера об этом говорили. Это просто статусная, хорошая, красивая, технологичная, реально круто технологичная вещь. Сейчас я хочу вам просто сказать контору, которая вот типа еще была. Ну я уж все... Бенчмейт ты еще смотрел. Нет, нет. Спайдерк ты смотрел. Нет, нет. Ну вот этот мне понравился сок, ты сказал говно. Ну не говно, но он не стоит этих денег вообще. Ну он красивый. Почти 10 тысяч за сок, блин, ну такое. 8600. Почти 10 тысяч. Ну да. Вот есть ребята, короче, это наши. И я Денису показывал, он говорит, я не знаю об этой конторе, ничего. Она называется, вот она, называется мастерская механика Титова. У него ножи просто там по 75, по 100. И я, короче, начал смотреть ножи, я такой, типа, блин, что полтора миллиона, заодно уж люди просят. Ну это не у Титова, это там как раз какая-то, типа, ты понимаешь, что в ножах тоже коллаборации бывают? Я думаю, только кроссовки коллаборируют. Ну, а в ножах они тоже делают коллаборацию там со Star Wars, там с какими-то фильмами. Слушай, почему ты не делаешь коллаборацию, например, там с бриллиантовой рукой? Ну условно, твой любимый фильм твой, насколько я помню. Чего еще раз? Ну смотри, типа, вот, например, сейчас коллаба, ножа, который мне нравится, да, вот этот выкиной, микротек, у них есть со Star Wars. Но со Star Wars уже все мертвые. Ну там очень, блин, Star Wars и микротек, они очень идеологически близки. То есть, космос, технологии, космические, они очень, как бы, вот это вот все, они, было бы странно, если бы они это рано-поздно не сделали. А, то есть, там мы... Они такие подумали, ну чем черт не шутит, ехала, болела, сделаем. Ну ладно, хорошо. Я этим шаблоном всех задрочу сейчас. Да ты уже меня задрочил этим шаблоном, если честно. Светлячок заебись, ребят. А ты уже светлячка себе налил? Да, мне, честно говоря, я ее допил, во-первых. Так, чего следующее? Давай Мишеньку. А может, ну? Нет, давай Мишеньку. Ну это PLL, блядь, это будет Мишня, она на тебя перебьет, все. Ребята, у нас, кстати, сказать, сейчас выйдет скоро новое пиво. Мы сегодня такой охрененный текст придумали в описании к нему. Вы не поверите. Это просто космос. Я был главным идеологом, они все сидели. Нельзя себя не похвалить. Не, ну ты молодец, реально красиво. Мы после этого... Выкратилась ситуация. Мы же после этого сказали, что не будем тексты больше делать. Да. Описание пива. Короче... Короче, скоро выйдет пиво, которое будет. А мы можем сказать, какое пиво? Можем, конечно. А мы можем и этикетку спалить сейчас, кстати? Можем же. А, ребят, да, вот, еще маленький нюанс. Мы решили делать другие этикетки, мы решили делать картины. А потом сделаем... Галерею. Возьмем, как это называется, Лена, вот это вот пространство, которое не бежит, а с конями связано. Как это? Какими конями? Собчак Place? Ну там, где выставки проходят, вот эти вот. Арт-галерея? Ну, может, и арт-галерея. Ирарта. Нет, нет, не Ирарта, а которая вот рядом с Исакием. Манеж? Манеж, да. В Манеже возьмем... Манежка детского корпуса, правильно говорится. Манеж. Возьмем в Манеже недельку помещений, все банки поставим под стекло, и будет как картина и галерея. А потом, прикинь, придут эти ребята, которые ты слышал сейчас, сюда там какие-то... Эко-активисты? Которые себя к стенам приклеивают? И обосрут, например, ее. Слушай, я за такую активность. Я бы с ним потом еще коллаборацию сделал. А, вот так, да? Ну ладно. Хорошо, у меня вопросов больше нет. Не, на самом деле мы немножко... Знаете, вот нет какой-то вот... Наверное, скорее сказать так. Мы не делаем рамок этикеток. Мы все время что-то новое, прикольное. Приходит идея, мы это делаем. Мне кажется, это очень классно смотрится, нет? Ощущения? Ну, правда. Может быть, кто-то подумает, что у нас какие-то тщеславие, и мы из-за тщеславия какого-то это делаем. Да нет, просто, блин, нам нравится идеологически понятная этикетка. Девочка, Юля, у нас делает этикетки, она поняла, что нам нравится. Вот самое главное, да, надо понимать. И мы хотим вкладывать очень много разных фишек, скрытых даже в этикетку, которые можно будет подумать, типа, не просто так, а что-то они задумали, чем делать это описание к пиву. Ну, вот честно, описание к пиву, ребята, это геморрой. Но мы в этот раз выкрутились гениально из этой ситуации. Ну, это ты, брат, это ты. Это монстр. Давай, открывай. Давай, миллакшейка, и потом уже вишенку под коньяком. А, все. Сань, все хорошо? Сань, все хорошо, что хорошо кончается. А то чем черт не шутит? Блять, у меня опять под вечер голос садится. Нет, просто оказывается, если они были в выключенном состоянии и подключены к пауэрбанку, они не заряжаются, когда включаешь лампу. Ага, ну че все. Я, знаешь, я понял, это CRKT, что думал, Что мне напоминает название ЦРКТ? РКЦТ или? Ну, ты знаешь, кто это, надеюсь? Вино. Но. И Цинандали тоже вино. Наверное, какая же это в честь человека назвали? ЦРКТ? Да. РКЦТ или это сорт винограда? Ну, скорее всего, так человека звали, кто придумал его. Ну, я больше чем уверен. Почему? Ну, у кого-то фамилия чья-то, нет? Тебе не кажется? Я понимаю, когда это про Антоновку говорят. Там явно фамилия Антонов. А вот ты про яблоки? Да. Ладно, не буду умничать. Тропикал милкшейк, господа. Как к милкшейкам относишься, Денис? Не очень. Ты какой-то очень-не очень. Ну, блин. Это не милкшейк? Прозрачный милкшейк это странненько. Вот штамбир, да? Он как-то лучший, на мой взгляд, в плане, да? Ну, одни из лучших хотя бы. Ну, прошла. Милки, милки, милки. Ну, во-первых, да. Во-первых, уже вал милкшейков прошел. Лактозой пахнет. Как из сауров. Как кисляков всех. Ну, кисляки-то уже отошли годы лет назад, наверное. Слушай, аромат, кстати, приятный. Ну, немножко химозный, наверное. Ребята, я проверил, что у вас на столе стоит. Ну, это не мое абсолютно. Ну, то есть это вот... Это не милкшейк? Да, это, конечно, вообще далеко не милкшейк. Нет, лактозная составляющая здесь есть. Сливочность такая. Ну, такая, да, сливочная тянучка, легкая. И как будто бы надо сейчас сказать, что это дефект. Но это не дефект, так надо, но... В милкшейке плотность важна, я тебе хочу сказать. Да? Да. Ведь, ну, здесь просто в ее полное отсутствие. Это, опять же, это не мое пиво просто. Это лимонадик просто. Это лимонадик просто. Я верю в то, что это может кому-то нравиться. Лимонад со сливочным послевкусием. Да, блин, нету сегодня никаких посторонних. Просто не наши. Лимонад. Просто не наши и все. А так пить можно абсолютно спокойно. Что там у нас дальше? Давай и погнали. Как мы быстро побозрели. Ну, а что здесь говорить? Это не наш с тобой любимый сорт, поэтому... Мои милкшейки же даже с тобой, по-моему, не делали ни разу. Не делали же. А, вот. Так чего? У нас сейчас выходит вишневое мороженое. Мы сделали на... Это пиво. Это не вишневое мороженое выходит. Это пиво выходит. Не-не, да. Это пиво. Мы очень надеемся, что получится. Глаборация с Петрохолодом. Да нет, это наше. Не слушайте его. Вот. И вот такая этикетка у нас классная, красивая. Мне кажется, что вот такие этикетки прям реально здоровские. Я бы, кстати, даже распечатал бы ее. Но она красивая. Ну, есть, Варик, сделать либо коллекцию Берди Келли в картиночном стиле, либо стикер-пак, либо еще что-нибудь. Я вот такой его на стикер-пак пульнул. Потому что я думаю, что какой-нибудь там вшивенький макбук, типа как у Вади, например, он точно может разогнать по мощности. Да я шучу, Вадя хороший ноутбук. А Вадя действительно думает, о чем черт не шутят? Может, действительно? Ехала, болела, сделала. Я думаю, что пацаны сейчас посылают как бы. Давай будем реалистами. Давай. А какие еще заезженные пословицы и поговорки вы знаете, употребляете, но... А ты молодец. Да. А ты молодец. Но тайных смыслов не понимаете или искренне не понимаете, почему это вот так вот все звучит? Ну, я ему сегодня объяснял по поводу чем черт не шутит. Там просто изначальная фраза была про Бога еще. Ну да, он нагуглил там сразу объяснение вот этого всего и все равно я искренне не понимаю, кто это, блять, придумал и зачем это нахер надо. Что в этом плохого я не понимаю? Почему ты в этом все видишь какой-то подвох? Да не подвох, это абсолютно мусорная херня какая-то ненужная. Ну, окей. Слово х**, например, оно не мусорное. Это вообще из другой области. Ну, условно говоря, ты же используешь в своем лексиконе слова, которые тоже странные, скажем так. Какие? Ну, например, прокрастинация. Что не сказать ленивый просто? Это научный термин. Ленивый, сказал и все. Ну что, непонятно, что ли? Это не совсем ленивый. Ну, как? Ну, хорошо, да, ладно. Это слово не будем другать, это святое наше. Это икона стиля. Давай. Хорошая интеграция. Я вас не спрашиваю, говорю, как у тебя по рекламе, брат, дела? Ну, так, говорит, так себе дела. Вот, ребята, вот так дела у него по рекламе. Рекламировать бренд, блин. Блядь, ну вот оно правда мыльное. Оно вот раньше было другое. Оно какое-то было, не знаю, ну не такое. Ну, Сань, ну попробуй, ну реально. Ну вот попробуй вот сейчас. Ну тебе не кажется? Я понимаю, это нельзя сравнивать с мастодонтами. Но оно какое-то мыльное. Подожди, мы когда вот был ролик, что раньше было лучше, там какая была волковская? Вот это и было. Вот это? Да. Там другой вкус был. Да нет, такой же. В ролике был другой вкус. Такой же вкус был. Вот это реально что-то не то. А вот когда мы не так давно этот ролик снимали, там был абсолютно другой вкус. Да, такой же был абсолютно. Диня, ну это версия 3.0. Та же самая. Ну что, для нас его специально сварили. Она даже куплена в том же магазине, чтобы ты понимал. В тот же день. Я тебе серьезно говорю. Ну вот она... В тот же день? Где сроки? Здесь не будет стоять дня, когда я это купил. А, блин, он до июля следующего года. Но он не доживет до июля. Ну, как будто бы вот, ну, не то. Даже жипа мне больше нравится. Говорю свое мнение. Кстати, можно сделать обзор на полностью Жигули. У них до хрена всего сейчас есть. Мое личное мнение, в тот раз, когда мы делали обзор, что раньше было лучше, по-моему, был абсолютно другой вкус. Это немного не то. Это мне не особо нравится. Может, это дефект какой-то, я не знаю. Нам тогда тоже не понравилось. Нет, почему? Мне было нормально. Ты путаешь. Чего? Ты путаешь с Горьковской. Нам это не понравилось. Мы с тобой обосрали, потому что мыльный вкус. С Горьковской? Да, да. Горьковская была нормальная. Ну, относительно нормальная. Короче, пересмотрите ролик и скажите в комментариях. Блядь, а ты реально молодец. Вот что значит редакция сайта крипто.ру. Интервью? Хотя я главный редактор крипто.ру. Ежемесячно на сайт пишу. Так я пишу, я сейчас рекламу делаю, мы еще не говорим. Нет, мы это не будем рекламировать. Ой, ребята, обвал рекламный. На крипто бирже. А как биржа называется? Запикай нахер это все. Да, запикуй, запикуй. Короче, не знаю, мне так себе. Я искренне тебе говорю, что вот ИПА, если брать... Я знаешь, что попробовал недавно? Ну, я как бы не то, чтобы попробовал. Айнгер, знаешь? Да. Я в этот раз взялся... У меня такое искреннее, не то что удивление, а удивление с грустью. Он что, ты реально меня за дурака считает? Айнгера знаешь? Не, блин, не знаю. Не, ну я... Конечно, ты знаешь. Я, знаешь, вопрос... Вопрос хуёс. Кот-кокос. Мы ж гашишь. Мы ж гашишь, ну. Я к тому, что... Я в этот раз купил себе две бутылочки пива этого. Замечательного. И прям тетерил. И ты знаешь, я понял, что это прям... Вот, пожалуй, это мой эталон Хеля. Если не брать... Если не брать диету. Диета, на мой взгляд, самая лучшая. То есть, я не знаю, как у них получилось сделать лучше немецкого оригинала, но... Офигенно. У них и паха классическая очень хорошая вышла. У кого? Диета. Ну, блин. Диета красавца. Диета там... Там прям... Ну, ребята, если будете в Питере, серьезно, не нахваливая, но... Ребята реально молодцы. Там... А они наконец-то начали в банке литься, поэтому их хоть можно где-то хоть как-то в банке найти. У них банки такие абсолютно металлические. Прозрачные. Там буквально пару таких ярких пятен в виде рисунка. Там... Ошибиться трудно. Ну, они молодцы, надо сказать, да? Да. И даже они этикетку нашли классную свою. Вот именно свою. Они же прозрачную делают этикетку, так понимаешь, чтобы она с банкой коннектилась. Чтобы как можно больше проблем не при наклеивании было. Чтобы вся с пузырями. Вот все, как мы любим. А, если там такие проблемы есть? Ну, очень часто, да. Они же будут... Ну, банки, если особенно стоит еще обмывочная линия, там, крышку закатали. Потом дальше ополаскивание банки идет, это верхнее, боковое. И потом это все идет на этикеровщик. И прозрачные пленки имеют тенденцию пузырить со страшной силой, если банка мокрая. И вот это вот проблема, реально. Несмотря на то, что там есть после обычно опрыскивания еще обдув. Не помню, горячим или каким воздухом. Короче, эту влагу стараются механически убрать, но все равно там любая фигня. И у тебя моментально пузырь, а если банка вообще мокрая, она вся вот скукоженная вот такая. Как Сереженька в своей жизни? Да, и выглядит она страшненько, должен сказать. Ну, да. Короче, там должна быть очень хорошо настроенная поточная линия, чтобы прозрачную этикетку прям красиво лепить на банку. Слушай, а мы сейчас с тобой разговаривают по поводу зверей, да? То, что мы на концерт пойдем. Разговаривали? Типа, нет, это не моя музыка, я там буду скучать, мне это не надо. Если не брать Кровосток, на кого бы ты сходил? Курт Кобейн умер, если что? Кто еще раз жив остался? Ну вот объективно, ну честно, ну давай вот пофантазируем, что к нам вдруг стали приезжать все. Там, условно, Металлика приехала, там… Я не любитель музыки, я же всегда это говорил. Вообще, вот вообще настолько… Я никогда не слушаю музыку в машине, мне не нравится ее слушать на фоне, я не… А нахуй музыку ставишь на фон. Какой? Ну, вот ты от своих обзоров там… Ты слышал эту музыку? Нет. Пиратская станция! Вот. Ну она есть же там? Ну ты послушай. Ну что? Или что? Музыкой назвать сложно. Ну у тебя то есть… Вот как вот… что с тобой не так произошло? А почему? А почему со мной не так? Может с вами что-то не так? Так нет, ну музыка же, это же здорово. Ну даже мой Моцарта какого-то слушать там, не знаю. Классика, хорошо. Но специально слушать классику? Где те люди? Неужели тебе… Ну… Мне не нравится… В машине ты только что слушаешь? Новости? Да зачем новости? Там аудиокнига стоит на фоне, еще что-то. Ну я не знаю, я не понимаю. Ну музыка, блин, ну… Ритм. Ну хорошо, у тебя же были друзья. Да. Когда-то. Ну они же слушали музыку, правильно? Ну давай так, это популярная история слушать музыку. Хотя бы с этой точки зрения. Это очень популярная история. Вот. И… Ну это не моя история. Ну тебе не… Бля, реально что-то интервью какое-то просят. Так вот, я к тому, что… Ну вот, кстати, с кем мы в последний раз познакомились? С кем? Денис, Артем его зовут, я напоминаю тебе, ты забыл. Так вот, Артем, ну офигенный чел. Да. Вообще странно, что вы как бы… Один из, по-моему, двух концертов жизни, которые я посетил, как раз было с ним. А что он слушает? Мы ходили с ним, Леной… Боже мой… Блинк 182 в Питер приезжал? Нет, Блинк… Если Блинк… Сам Фоте Ван может быть. А, Линкен Парк скорее всего. Линкен Парк, да, приезжал. Вот туда мы ходили. Это еще за Зенитовским стадионом, там эта вот… Арена какая-то. Блинк 182, блин, если приезжал, я потом уже… Блинк 182, блин… Я… Я… Это что сейчас? Да я на Блинк 182 планировал в Швецию ехать, когда деньги появятся. Ну, сейчас вроде появились, а… Шеладе отпало. А Блинк в Швецию не приезжает, да? Да, блинки не приезжали сюда, они только вечеринки какие-то делали, типа из серии… Каверы… Ну, нахер это надо. И чего? Линкен Парк тебе нравится? Нет. А, ты просто пошел, потому что… Пошел, да? Блин, ладно. Мишенька под вишенкой. Мишенька под вишенкой. Я еще раз проартикулирую… Давай. …свое отношение. Во-первых, музыка, видимо, не мое, но совсем не мое. Во-вторых, мне не нравятся большие толпы народа вокруг. В-третьих, мне не нравятся громкие звуки, особенно если это музыка. И вот нахера мне идти на концерт, если там все эти факторы, которые мне не нравятся? Вот зачем? А вот ты немножко наебениваешься, у тебя нет ощущения, что музыка как бы классная становится? Вообще нет? Нет. Меня надо еще больше раздражать начинать. Типа ты наебениваешься и такой, блядь… А сейчас аудиокнигу послушаю. Ну, как это происходит? Ну, с большим удовольствием послушал бы аудиокнигу. Слушай, офигенный нож. Честно. Прям мне даже нравится. Ты сразу размещай название ножа вот в описании. Ладно, давай я… Без всяких ссылок на Алиэкспресс, просто название ножа. Давай, да, да. Ребята, а то вы потом начнете, что не сказали. Да какая-то ты с РКТ сфотографируешь. Сейчас, подожди. А как еще? LCK Plus Lerge Design. Вау, Денис. Все, не надо никаких ссылок. Да нет, давай я хоть сфоткаю. Ну, вот так это выглядит. Он очень простой, но, кстати, легкий. Да, я понимаю, в чем прикол. Он легкий, он в кармане, наверное, вообще ничего не весит. А ты вот так вот… О, смотри, кошка пришла. Уйти мой сладкий, иди сюда. Иди сюда. Ну давай, пошел ты. Сейчас, ребята. Сладкий, сладкий, бабалья. Ой, какая классливая. Ути-кути-ку. Ребята, ну я ничего не хотел сказать. Ну лайк за кота. Он с улицы пришел. Блядь, он говном пахнет. Смотрите, какая, какая грозота. А кто это у нас тут такой? А кто это такой красивый? Ребята, лайк за кота, черт возьми. Секун, большой, чтобы вы просто понимали. Вот это моя нога, а это кот. Иди сюда. Иди сюда, я тебе колбаски. Пошли, пошли скорей. Да, Денис, так новая аудитория, мы, конечно, вряд ли добьемся. Душек принять, на всякий случай. Какой сладкий баба Олег, а потом бешенство, дизентерия, вот это вот все. Траноскопия, вот этот чуб в жопу вставлять из-за этой кошки. А помнишь, в тот раз же у нас же был кот Гитлер уже? Да. Да? Сегодня слишком много отсылок. Ребята, давайте двигаемся дальше. Уже надо скоро закачивать. Вишенка под Мишенкой. Так, это у нас типа вишневое пиво. Как любят... Точно я с Горьковской перепутал? Стоп, блядь, ну можешь мне поверить, ну. Ладно. Я, конечно, тоже могу ошибаться, я не идеальный человек. Ну, давай. Так, испачкал в колбасе. ЦРКТ. ЦРКТ. А это когда известный бренд или нет? Да, очень известный. Ну, серьезно? Ну, прям массово известный, да. Ты шутишь сейчас или нет? Не шучу ни секунду. А они только такие делают или что-то интересное есть? У них такое разнообразие моделей. А это... Почему он ножи не пишет по рекламе? Ну, сам Бог велел. Кстати, да. Давай. Я вынужден, шеф, ножи тебе с Алика покупать. За смешные деньги. Задрахал, ты мог у меня просить. Я же тебе говорю, что мне оставались. Да у тебя кроме самура нет ничего. А я хороший хочу. А, ну-ка, да. Ну, ребята. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Смотрите, сейчас почта банк будет разговаривать сам с собой. Подожди. Стой, стой, стой. Алло. Пусть на одно бесплатное посещение к врачу-стоматологу. А, это стоматология. В рамках первого приема вам сделают снимок верхней и... Блядь, это же тоже реклама. Но они название-то пока еще не сказали. Ну да. Опять я в какие-то базы попал, блин. Ну... Одиннадцать спам-звонков вот было заблокировано с утра. Ты вчера... У тебя все теперь почта банка, я так понимаю, да? Ну, да. Просто все-таки почта банка... Это просто конченый банк, почта банк. Это такой конч, который даже... Вообще никакой банк даже рядом не валялся. Это просто тварь, блин. Ну, кстати, да, Тинькофф вообще отличный банк, если вы имеете в виду. Хороший. Не дай бог вам вот хотя бы вот тут пальцем в эту почта банк вот попасть. Не дай бог. А пенсии всем выдают на почта банк. Что? Пенсии всем выдают на почта банк. Ты-то к чему? Ну, потому что многие пользуются из-за того, что пенсия приходит на почта банк. Ну, окей. Я к тому, что, блядь, это как организация, просто днище, дно. А что не так с ней? Помимо звонков, стоматология. Даже этого достаточно. Так это стоматология? Нет, а вот 11 с утра это почта банк был. А что? Так, может быть, они тебе хотят что-то предложить? Спасибо не надо. Ну, ты бы сказал, спасибо не надо, и они бы перестали тебе звонить. Ну, понимаю, ладно бы один и тот же человек звонил. А то одного нахер шлешь, а потом другой перезванивает. Он не знает, что их нахер послали. Слушай, я не совсем понимаю, вот это так, вот для меня это, ой, вот это прям ужасно. Это какой-то агрессивный маркетинг, который, понимаешь, ни к чему не подвязан. Мне когда Тинькофф звонит, типа… Мне Тинькофф звонит только по делу. Ну, тебе везет, тебе везет. А мне нет. А мне вот я с Сашей рассказывал, они мне автокредит одобрили на сколько там, 10 миллионов. Да кому об этом рассказывали, да? Нет. А, Лёше не дали кредит на машину, потому что у него нет кредитной истории. Я изначально хотел, короче… Он даже чайник в кредит никогда в студенчестве не брал. Да, почему нету там, потому что я никогда не брал кредит, и, естественно, мне его не дали. Потому что я в первую жизнь думаю, ну возьму себе какую-то часть на автомобиль, чтобы, ну, не все средства там тратить, условно говоря. Вот. И они мне вчера звонили и говорят, вам одобрили кредит на 10 миллионов. И я такой захожу, реально на 10 миллионов. И знаете, что у меня человек сказал? Я вам серьезно говорю, на серьезных щах. Я говорю, я уже приобрел автомобиль, спасибо огромное. А на что они говорят такие, такие смысл второй приобрести? Понимаете? Ну, типа, вот как вот, как вот ты можешь к этому отнестись? А не поспорить. Ну, как к этому отнестись? Ну, о чем черт не шутит, а вдруг… Ну, да. Блин, ну это редкостно, конечно. Это очень свободный потребитель должен быть. Даже охота вишня вкуснее была. Там хотя бы оно, может, какой-то в Бельгии где-то плавало. И то это под большим вопросом. Нет. Нет, нет, нет. Нет. Нет, ребята, это невкусно абсолютно. Опять же, посторонних нет. Может быть, у этого есть любители. Просто нам не нравится, потому что, блин, ты начинаешь сразу с вишнем каким-то хорошим, да, там, условно говоря. Я даже мозгом понимаю, что я не могу это сравнивать. Не то, что с Бельгии, а вообще, в принципе, с любым, там, а-ля, крик подобным пивом. Но даже понимая это, я все равно не могу отделаться от ощущения, что это прям очень плохо. Ну, да. Ну, понимаешь, вкус даже какой-то вишни вот этой ненатуральной, да, какой-то вот прям вот… Ну, она даже вот стягивает вот здесь после. Давай, шоколад стаут и понеслись. Куда? Мне нужно делать еду нам. Завтрак. Вода, блин, вода. Чего ж так водянисто? А, у нас два бокала осталось. Отлично. Вода. Я здесь недавно ехал с таксистом. Так. С Леной, еще с кем-то. Хорошо. А, угу. И как раз был… Что? Что? С Леной, еще с кем-то. Ну, я не помню, кто у нас в машине сидел, я клянусь, не помню. Я помню тебя и все. Это самое главное. Да. Было бы обидно, что ты бы сказал, ну, мы там ехали с Кирюхой и еще какая-то девочка была. Ну, да. Вот это было бы обидно. Поэтому я не понимаю этого едкого смеха на заднем плане. Я тоже не понял, если честно, Лен. Так. И как раз был ураган в городе. Ну, эти ураганные дни. И ветер нагонный, видимо, из-за дабы. Когда в животе ураган, прими эспумизан. Прими в живот ЦРКТ. Так, ладно, окей. И, видимо, был нагонный ветер, и мы ехали то ли по фонтанке, то ли по обводному, по-моему, по фонтанке ехали. И там прям вот сильно уровень воды был выше, чем обычно. Ну, вот прям вот визуально это было очень заметно. С рукой по-аккуратнее, пожалуйста. Там реально ее много было. Так. И водитель такой. У нас ждет приключения. Нет. Он такой. Блин. Вода поднялась опять. Который день уже. Слушай, с этими вот намывными территориями на Ваське мы точно под воду уйдем. Я такой. Ты трезвый был? Я вступил в дело. Я обычно с водителем не разговариваю, даже если они начинают диалог. Ага. Потому что, ну, блин, не надо. Потом это тебя может вовлечь куда-нибудь совсем очень далеко. Я такой. Какие намывные? Почему уровень воды? Он такой. Ну, так территории на Васильевском острове намывают, чтобы дома строить. Из-за этого уровень воды в Неве повышается и в фонтанке везде. Такой. А он русский? Такой теории. Он русский? Я еще не слышал, да. Ага. То есть вот. Ну, да. А он серьезно сейчас можем приказывать? Абсолютно. Ага. Я еще с ним подискутировал на эту тему. Я как бы сказал, что я немного занимался даже началами этих работ на Васильевском острове. Потому что у нас там работала спецтехника наша. А я как раз командовал теми бульдозерами и тяжелыми экскаваторами, которые вот эти вот как раз привозят карьерными самосвалами этот гранит и все остальное, крупные волны, потом это отсев еще что-то. И вот у меня это все ребята растаскивали на технике. И там, естественно, я общался с гидротехниками, со всеми остальными и так далее. Ну, там очень серьезные организации обсчитывали вот эти вот все. Ну, вряд ли. Вряд ли. Построим пять кварталов, утопим Питер нахер. Задача, да? Да. Ну, блин, да. Свой брат-то, конечно. А стаут? Да. Это классический стаут или шоколадный? К сожалению, я стаут не люблю. Шоколадный. И все, что мне нравится, это КБС какой-нибудь, например. И мне нравится черничный от этой самой. Ну, это не очень плохой вариант, я должен сказать. Вот ты не дослушал меня. Таут. Он не самый говеный, который есть на рынке. То есть, есть гораздо хуже. То есть, это хотя бы немножко похоже на стаут. Ну, ты не оценишь. Ну, да. Там, у тебя еще КБС в голове. Москва херли. Блин, ну оно, понимаешь, оно плотности не хватает. Плотности не хватает, но вкус нормален. Да, нормально, пить можно. Но это, опять же, я его не куплю второй раз. Это 100%. Да? Да. Не очень комплиментарный обзор-то получился, я смотрю. Ну, давай статистически просто с тобой. Вот это я бы не купил, вот это я бы не купил. 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 А вот это, кстати, нормально. Но я не с точки зрения купил, не купил, а с точки зрения вкуса я могу сказать, что… А, ну, стал, да. С точки зрения вкуса. С точки зрения вкуса. Да, да, стал сюда, стал сюда, может. Вот так вот. И с точки зрения вкуса может быть, может быть. Это что у нас? Ипа. Ну, если я ошибаюсь, вот по поводу тогда, я не знаю. Нет, ты ошибаешься. Где-то здесь. Это не мое, да. Ну, для меня как-то так. Светлячок, точно, я себе возьму на вооружение. Я забыл, что он реально очень неплохой. Прям это можно пить, это вкусно. Апаха. Обычная, нормальная, цветочная, легкая. Пиво, я бы сказал, типа сессионка какая-то на самом деле. стаут, ну, я бы не купил. Объясню, почему. Потому что я стаут и не люблю. У нас сейчас скоро будет видос. Катенька послана, ну, послана за пивом, да, скажем так. То есть, Катя делает подборку по стауту. Она сказала, я хочу сама вот сделать, мы запишем с ней видос. Потому что она сделает подборку стаутов. Она говорит, дело идет к зиме, мне бы хотелось вот сделать. И мы, я понимаю, что вы не нахер не будете смываться. Мы не интересны эти стауты жирные. Но почему бы нет, да. Чем черт не шутят? О, Катенька будет красиво классно. За грудями. Ребята, извините, Денис, надо было выйти покурить. Вот такой видос у нас получился. Надеюсь, он вам понравился. Проверьте жирнющий, вкусный, сладкий, хороший палец вверх, чтобы мы продолжили эту тему. Мы в следующий раз пройдемся по Жигули. Либо, например, мы возьмем хамовники и погрузимся в это все. Плохая, хорошая ситуация. Могу сказать, что нет. Это может кому-то нравиться, это может нравиться кому-то, это и это. Просто вот на мой вкус, вот эти два самые такие. Стал просто немой. Ты все сказал. С вами был, как всегда, непревзойденный Рыжа Борода. Ну, он бреется сейчас. Там уже даже от бороды-то ничего не осталось. Короче, Денис... Не, ну пройдет две недели, я снова буду бородатый. И что, он как Саша. Только не с такой сединой. А вот если я буду, у меня будет такая седина вся. Да. Денис... Алексей... И теория большого бива в рамках ТВП. Ребята, может быть вы не знали, но есть история с колокольчиком. Может быть какие-то новости, подробности есть? Нет, с тех пор вообще никаких. Все старенько. Мы вчера снимали только вот тот выпуск, поэтому там... Ну, пока мы можем сказать только одно. Там один из этих неизвестных, конечно, может не почта банка, а лондонский офис Ютуба, но я не уверен. Ну, лучше нажимать на колокольчик. Да, конечно. Ну, что тогда будет происходить, по идее? Ну... Уведомления будут? Да. Любимого канала? Ну, мы же говорили, что там у индуса что-то звенеть будет в Лондоне. Нынешнего. А, нынешнего. А, я не знаю, какая последняя своя выхода будет. Ребята, если что, в вино будет скоро у нас видос про вино. Коробочное. И уже был. Нет, он скорее всего будет после, но там прям хорошо получилось. Все. От души пока-пока. Счастливо.